МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Большой стройке акция по продаже квартир от Гомельского ДСК. Жители города над Сожем узнали, где и на каких условиях можно приобрести жилье в 18-м микрорайоне. Кроме того, мы расскажем вам, как выглядит новое жилье в новостройке по улице Ильича. День открытых дверей в 18-м микрорайоне города над Сожем провел Гомельский домостроительный комбинат. Данный микрорайон – один из привлекательных в нашем городе. Его отличает современная развитая инфраструктура. В частности, здесь есть учреждения здравоохранения и образования, ледовый дворец, гипермаркеты, сеть общественного транспорта. Кроме того, в этом районе комплексы современных жилых домов переменной этажности ознакомиться с проектом застройки одного из них, а это КПД-4, а также побывать во время акции в своей будущей квартире смогли около 200 гомельчан. Здесь есть все рядом по инфраструктуре, поэтому именно этот район. По однокомнатной квартире, что можно сказать, комната здесь настолько полноценная, сколько любой большой квартире – это полноценная комната, где можно поставить все. Очень понравился район, очень хорошая инфраструктура, транспорт и все, и садики, и школы, и поликлиники. Мы нашли эту акцию в интернете на сайте ДСК. У нас есть возможность купить в этом доме квартиру. Район, в принципе, молодой, красивый, здесь инфраструктура очень развита, и сады, и школы, и магазины, все, что надо – молодые. На данный момент в КПД-4 предлагаются продажи комфортные и качественные двух- и трехкомнатные квартиры от 62 и 86 квадратных метров соответственно. Цена одного квадратного метра – 1300 рублей. Кроме экскурсий по предлагаемому к продаже жилью, да и в целом району, будущие жильцы КПД-4 и потенциальные покупатели получили консультации специалистов Гомельского домостроительного комбината. Также в ходе Дня открытых дверей представители отечественных банков проинформировали будущих новоселов по вопросам кредитования недвижимости. Как отмечают специалисты Гомельского домостроительного комбината, подобные акции по продаже коммерческого жилья получают положительные отзывы потенциальных покупателей и позволяют лучше продемонстрировать потенциал рынка строящегося жилья в областном центре. Гомельский ДСК провел день открытых дверей в 18-м микрорайоне на жилом доме КПД-4. Пришло очень много семей, все ходят, осматривают квартиры, интересуются. Ну и мы, соответственно, со своей стороны тоже консультируем граждан. Также сегодня на доме присутствовали представители банков. Они консультировали граждан по приобретению недвижимости. Такие акции у нас еще планируются проводиться в ближайшее время на других районах и, возможно, еще на этом также. Если вы определились с выбором жилья и уже стали его счастливым обладателем, то мы предлагаем вам узнать, как и кто осуществляет содержание и сохранность новостроек. Многоквартирный жилой дом – сложный инженерный объект, который необходимо содержать и обеспечивать его сохранность. При строительстве многоэтажки примерно 90% от его стоимости – это стоимость общего имущества, стены, кровля, инженерные коммуникации, право владения жилым помещением напрямую связано с обязанностью сохранения общего имущества. Имущество многоквартирного дома представлено личным – квартиры, офисы и неделимым общим – лестницы, лифты, коридоры, крыши, подвалы. Управление общим имуществом осуществляется одним из следующих способов. Непосредственно участниками совместного домовладения, товариществом собственников или организацией застройщиков, где имеется более 10 собственников, уполномоченным лицом по управлению общим имуществом, назначаемым местным исполнительным и распорядительным органом. Товарищество собственников – организация, создаваемая собственниками жилых и нежилых помещений в целях сохранения и содержания общего имущества владения и пользования им. Инициирование создания товарищества собственников до ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию осуществляет застройщик. Решение о создании товарищества собственников принимается на общем собрании дольщиков. Если на таком собрании, инициированном застройщиком, о выборе способа управления не принято решение, то участники совместного домовладения в течение 6 месяцев со дня ввода жилого дома в эксплуатацию обязаны выбрать один из способов управления общим имуществом. Решение по вопросу выбора способа управления общим имуществом считается принятым, если на общем собрании участников совместного домовладения за него проголосовали более 2-3 участников совместного домовладения от общего количества всех участников. Если решение о создании товарищества собственников не принято, местные исполнительные и распорядительные органы назначают уполномоченное лицо по управлению общим имуществом. А вот о преимуществах товарищества собственников в программе «Большая стройка» расскажет председатель ассоциации, гомельский собственник Тамара Якубова. Преимущества очевидны. Самое первое – это возможность самостоятельно управлять своей недвижимостью, распоряжаться финансовыми потоками, принимать участие в обслуживании, в эксплуатации, то есть создаются рабочие места, в том числе и для жильцов дома, которые могут реализовать себя частично. Органы управления правления и председатель правления выбираются участниками совместного домовладения, что, соответственно, дает им право адекватно оценивать работу этих органов правления. В случае, если она их не устраивает, соответственно, можно выбрать других. Программа «Большая стройка» представляет вам новую рубрику «Ваша новая квартира». Теперь вы сможете вместе с нами осуществлять поиск жилья в новостройках Гомеля. Сегодня мы отправляемся в один из красивейших районов города – Новобелецкий. Сегодня я в роли представителя молодой семьи из четырех человек. У меня есть двое детей, и я хотела бы приобрести жилье в КПД номер 2 по улице Личан. А что для этого нужно – сейчас я вам расскажу. После того, как вы определились с выбором квартиры, вы можете обратиться к застройщику с просьбой побывать в новостройке и оценить удобство планировки будущего жилья. Мы смотрим квартиру номер 31. Моя будущая квартира располагается на шестом этаже. И я хочу сказать, что действительно здесь открывается живописнейший вид на природу, красивые пейзажи, зона отдыха пруды. И действительно, мне эта квартира очень нравится. Общая площадь этой двушки – более 61 квадратного метра. Дом будет сдан в эксплуатацию в конце текущего года. Поэтому вы еще можете успеть приобрести в нем свою новую квартиру вместе с программой «Большая стройка». Хочу сказать, что квартира мне эта полностью понравилась. Меня удовлетворяет метраж, который здесь есть. Он достаточно для того, чтобы разместить. Например, в данной комнате это будет детская. Будут жить наши дети. Здесь, возможно, будет стоять письменный стол, две кровати. Во второй комнате разместимся мы с мужем. Это будет гостиная и спальня. Еще радуют вот эти стены, которые практически готовы к отделке. Здесь минимум надо будет что-то каких-то сделать, строительных работ. И, в принципе, квартира будет готова. Хочу отметить еще преимущество одной данной квартиры – это гардеробная. То есть мне не надо будет думать, где же мне разместить шкаф-купе для большинства вещей. Приятно, что вот здесь сразу это предусмотрено. И вещи, которые там и детские, и игрушки можно будет разместить, конечно же, здесь. Поэтому я всем рекомендую приобретать жилье именно вот в этом доме. Стоимость квартиры, на которой мы остановили свой выбор – 73 800 рублей. У нас имеется половина от этой суммы. Поэтому, чтобы купить это жилье, обратимся к представителям банка, где возьмем в кредит недостающую сумму. Мы можем оформить кредит либо под залог этой приобретаемой квартиры, либо под поручительство от двух до пяти человек. По платежам при сумме в кредите 36 900 рублей и сроке 15 лет, платеж в месяц составит 530 рублей 42 копейки. Не запрещается досрочное погашение. Что касается вашей ситуации, когда два работающих супруга, и у них двое детей до 18 лет. По доходам 700 и 900 рублей получается максимальный платеж, который позволяет ваш доход – 614 рублей и 32 копейки. А нам необходимо 530 рублей 42. То есть мы можем оформлять кредит даже на большую сумму. Данный кредит называется «Новоселец и Сбербанк», и он очень популярен у наших клиентов. Поэтому будем рады видеть и вас. В сегодняшней программе еще обзор актуальных предложений на рынке недвижимости Гомеля. Гомельский домостроительный комбинат приглашает вас принять участие в долевом строительстве в КПД 56, 96 микрорайоне города Гомеля. В наличии имеется одна, двух, трехкомнатной квартиры квадратурой от 44 квадратных метров. Стоимость одного квадратного метра составляет 996 рублей для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для граждан, не состоящих на учете, стоимость составляет 1150 рублей. Будем рады видеть вас в числе клиентов Гомельского домостроительного комбината. Как взять кредит на строительство жилья, где и какую квартиру сейчас можно купить в Гомеле, вам рассказала программа «Большая стройка». На этом мы с вами прощаемся. До встречи на новых стройплощадках города. Редактор субтитров А.Семкин